Вы помните, как впервые ощутили сексуальное влечение? Этим может похвастаться очень немного людей, но если вы помните, поздравляю. Для остальных же просто предлагаю представить. Вот вас что-то привлекает в человеке. Вы не до конца осознаете, что именно, но чувства переполняют вас, тело реагирует соответствующе. Вам неловко, наверняка есть небольшой мандраж, неуклюжие разговоры, возможно переписка. Проходит какое-то время и вы счастливы проводить свой досуг с этим человеком. В конце концов, все, что вы ощущаете, приводит вас к пониманию. Вы — человек с определенной ориентацией. Наверняка это очень милое переживание. Фактически, вы прошли через проявление всех четырех компонентов сексуальной ориентации — влечение, возбуждение поведения и идентичность. Проблема в том, что ориентация может оказаться неправильной. Ну, неправильной по мнению вашего окружения. И вот все ваши милые и теплые чувства превращаются в обузу. Вы — неправильный человек, с вами нужно что-то делать. Ну что, может поговорить? Такое дурачество, рано или поздно прекратится. Да и вообще, несерьезно все это. Но нет, для вас все остается совершенно серьезным. Есть люди, они помогут. Ой, простите, это, видимо, из альтернативной вселенной. Многие люди полагают, что гомосексуальность — неприемлемая ориентация, чуть ли не болезнь или извращение. В предыдущих частях мы посмотрели на позиции различных международных научных организаций, объясняющих, почему это не так. Но какие-то ученые — это те, кто вряд ли переубедит, закостенелого в своих взглядах человека. Так что, увы, попытки изменения ориентации пропагандируются и сегодня. Целый ряд, как правило, околорелигиозных организаций даже на территории бывшего СССР предлагают свои услуги по переориентации и так называемому «наставлению на путь истиной». Конверсионная или репаративная терапия предполагает, что ориентация может быть изменена через преобразование или исправление, чтобы это не значило. Ее сторонники говорят о негетеросексуальности как о чем-то сломанном, как будто неправильная ориентация — это что-то вроде неработающего двигателя, которому просто нужен механик. Заявляется, что такое изменение ориентации может быть достигнуто путем некого воздействия на поведение, однако у сегодняшней науки есть однозначный взгляд на попытки таких исправлений. Видите этот список? Здесь представлена лишь малая часть национальных и международных профессиональных организаций, связанных со здоровьем человека. Организации, однозначно и твердо заявивших, попытки изменить сексуальную ориентацию бесполезны и не несут ничего кроме проблем с ментальным здоровьем для людей, столкнувшихся с конверсионной терапией. Как видите, их, ну, как минимум, не две с половиной. Поэтому особенно забавно слышать гомофобов, утверждающих что-то вроде «Ну, вообще-то, APA убрала геев из списков больных из-за давления гей-лобби». Ну да, осталось объяснить, что это за такое мощнейшее гей-лобби в консервативной Америке 70-х и почему все прочие мировые организации с течением времени пришли к тем же выводам. В любом случае, каждая из таких профессиональных организаций заявила о недопустимости попыток изменения сексуальной ориентации, заявила на основании своего анализа имеющихся научных данных. Систематические обзоры научных работ о самых разных формах конверсионной терапии заключают, что нет доказательств того, что ориентацию человека можно изменить. Такие заявления в лучшем случае базируются на сообщениях членов религиозно-консервативных организаций, в то время как серьезные работы с тщательным анализом и контролем показывают невозможность изменения сексуального увлечения человека. Как правило, на подобную терапию попадают люди, находящиеся в уязвимом положении. Например, те, кто живет в авторитарных условиях и подчинен кому-то вроде военнослужащих или люди, сообщающие о большой роли религии в их жизни. Эту их особенность используют различные консервативные организации, обещающие гетеропереход. Но с чем действительно сталкиваются люди по окончании попытки смены сексуальной ориентации? Ну, как минимум, мы можем наблюдать большую частоту возникновения тревоги, ненависти к себе, низкую самооценку, изоляцию, депрессию и суицидальные мысли. Исследование канадских гомосексуалов, прошедших через конверсионную терапию, вообще показало, что около трети из них совершали хотя бы одну попытку суицида. О количестве тех, кто свел счеты с жизнью, мы не узнаем. Вместо принятия себя, такие люди попадают в среду, где их патологическая ненависть к собственным чувствам лишь подкрепляется и даже навязывается. Есть сведения о злоупотреблении психоактивными веществами в этой группе людей. Также приводятся данные и о большей распространенности, своего рода затворничества, изоляции среди прошедших через подобные практики. Чувство того, что люди потеряли годы своей жизни на непринятии собственного «я», даже звучит ужасно и страшно представить, как это переживают. Суть одна. Самые качественные и строгие научные работы свидетельствуют лишь о том, что ничем хорошим попытки изменить свое влечение не заканчиваются. Так, ну, где-то тут. Ну, должно быть. Должно, должно, должно. Они не могли это спрятать. Нашел! Нашел! Они, они ссылались только на свои строгие исследования. Ну вот же! Геи стали натуралами! Да, работы, показавшие успешный гетеропереход, есть. Как правило, их публикуют те самые религиозные организации или выборки формируют из людей, прошедших через них. Самая известная из таких работ принадлежит Спицеру, опубликованная в 2003-м. Там опросили людей, прошедших через репаративную терапию. Опросили их по телефону. Вы представляете? Вот есть у нас человек с гомосексуальным влечением. Стигма давит на него так сильно, что он готов пойти на что угодно, лишь бы избавиться от этого влечения. Он проходит конверсионную терапию, где в течение многих десятков часов его убеждают, что при помощи Бога, воли или привычки он может избавиться от ненавистного ему влечения. И вот, пройдя через все это и будучи вовлеченным в деятельность организаций, что занимались таким лечением, его спрашивают, избавились ли вы от своей гомосексуальности? Ну и что должен ответить человек? Разумеется, он говорит, ну да. Вообще, в социальных науках это отдельная проблема – искажение социальной желательности. Это когда во время опросов люди стараются отвечать так, чтобы их ответы благосклонно рассматривались другими членами общества. У Спицера две сотни таких человек сообщили, что сместились минимум на 10 пунктов по стабальной шкале в сторону гетеросексуальности. В этом и состоит суть работ, которые якобы подтвердили возможность смены ориентации. Да, они базируются на самоотчетах, лишь о сексуальной идентичности, когда очевидно, что самоотчет идет от человека, заинтересованного в определенном результате, не говоря об иных чудовищных ошибках в методологии, присущих подобным работам. От отсутствия фильтра тех, кто повторно отвечает на вопросы, до отсутствия контрольных групп. В них попросту нет научной строгости. Но, знаете, в науке, настоящей науке, как и в жизни, действует одно очень важное правило. Если у тебя есть основания полагать, что человек говорит неправду, особенно заинтересованный человек, и особенно в самоотчете, то одним его словам лучше не доверять. Но как проверить? Вспоминаем самую первую часть, где мы рассматривали методы изучения сексуальной ориентации. Благо, их существует немало. Есть и плетизмография полового члена, когда мы измеряем приток крови при демонстрации различных эротических стимулов. Ну, буквально научная фалометрия. И вы не поверите, но такие измерения проводили еще в 60-х и 70-х. Результаты одни. Заявления людей о переориентации не подтверждаются фактическими измерениями их возбуждения. А теперь проверим, насколько ваши слова соответствуют вашему физиологическому возбуждению. Пожалуйста, смотрите на экран. Старые монашки, старые монашки, старые монашки, черт! К слову, сам Спитцер вовсе не злодей, он просто совершил ошибку. В 2012 году он извинился за то, что мог ввести стольких людей в заблуждение о возможности смены сексуальной ориентации. Его можно понять и простить, особенно с учетом того, что именно с его подачи APA в 70-х все же исключили гомосексуальность из списка болезней. Спитцер пояснил, что знал о проблемах своей работы еще до публикации, знал о том, что были заинтересованы активисты, знал, что ответы на вопросы по телефону о чувствах людей, которые они испытывали много лет назад, не могут быть правдивыми. Просто он был мейнстримный бунтарь. Изначально его работа вообще не прошла рецензирование, то есть проверку другими учеными, но благодаря имени Спитцера его знакомый все же опубликовал ее в своем журнале. Позже Спитцер даже хотел опубликовать опровержение, однако редактор отказался, возможно, потому что тогда бы пришлось самому заявить о том, что работа не рецензировалась. В общем, исследование не выдержало проверки на научную строгость. В конце концов, оно стало причиной одних из самых тяжелых сожалений в жизни Спитцера – единственным профессиональным раскаянием. Во время беседы с человеком, прошедшим в подростковом возрасте репаративную терапию, что впоследствии чуть не привело к его суициду, на вопрос о том, что Спитцер думает о своих критиках, он ответил «Оглядываясь назад, я должен признать, что критика в значительной степени верна. Полученные данные можно считать доказательством того, что говорят об этом те, кто прошел терапию, но не более того. Сегодня некоторые из бывших сторонников репаративной терапии признали ее лженаучность, другие же сосредоточили свои усилия не на переориентации, потому что даже они увидели, что это безнадежно, а на помощи гомосексуалам в том, чтобы жить в условиях постоянного ограничения собственной сексуальности – жить, ненавидя себя за то, что является совершенно нормальным». С этической точки зрения это чудовищно. Но если такова воля взрослого человека, то мы мало что можем сделать. Разве что посоветовать нормального психотерапевта. Проблема в том, что слишком часто в подобии конверсионной терапии вовлекаются дети. Зависимые от взрослых, неосведомленные о последствиях подобных попыток изменить себя, эмоционально уязвимые. Дети могут даже согласиться с тем, что их проявляющиеся чувства ненормальны, и будут готовы пойти к религиозному психологу. По рекомендации родителей, разумеется. Зачастую христианские психолухи, в том числе и в странах бывшего союза, понимают, что если они напрямую будут пропагандировать возможность смены сексуальной ориентации, то лишь продемонстрируют свой непрофессионализм и профнепригодность. Подразделение ООН, занятое защита и прав человека на основании анализа имеющихся данных прямо призывает запретить конверсионную терапию, так как она нарушает базовые права человека. Но мы не рассматриваем здесь юридическую сторону вопроса. Сами ведь знаете, что скажут на это многие гомофобы. Права человека – это выдумка леваков. В настоящем мире кто сильнее, тот и прав. В некоторых странах уже приняты или поощряются законы, запрещающие квалифицированным специалистам заниматься конверсионной терапией. Особенно это касается несовершеннолетних. За это банально могут лишить врачебной лицензии, так же как и за какой-нибудь экзорцизм, призванный изгнать духа гомосексуальности. По силе своих доказательств экзорцизм и конверсионная терапия стоят на одном уровне. Более того, экзорцизм является одной из практик конверсионной терапии. Наряду с такими воздействиями, как электрошок, направленный на гениталии, концентрация на травматическом опыте, корректирующие изнасилование или какой-нибудь гипноз. Гомосексуализм у нас считается, что в девушку вселился джинн мужчина, и он влюбился в эту девушку, в которую вселился, и поэтому он не дает этой девушке влюбиться в другого мужчину. У нас есть специальные обряды, которые делают. Вот эти избиения палками и еще какими-то способами, они продолжаются до того, пока человек не начинает признавать, что да, типа я джинн. Им приходилось говорить, да, я джинн, я вселился, чтобы они просто отстали. Так даже среди российских специалистов в сфере ментального здоровья, где, увы, все еще крайне много некомпетентных людей, есть профильные организации вроде Российского общества психиатров или Независимой психиатрической ассоциации России, которые разделяют позицию международного научного сообщества по этому и другим вопросам. Таким образом, любой специалист, пытающийся изменить сексуальную ориентацию, не просто практикует лженауку, он нарушает профессиональную этику, что чревато репутационными потерями. Поэтому люди с психологическим образованием, верящие в возможность смены сексуальной ориентации, могут не только заявлять об этом публично, Но и скрывать это шаманство под общими словами вроде «онедвижимы личными желаниями, гормональным влечением и откровением», которые само по себе неплохо, но не способны изменить характер, или «восстановите гармонию со своей женской или мужской природой», или «нередко как у парней, так и у девушек размыто понимание любви», или «тренинги навыков взаимодействия с противоположным полом в рамках библейской культуры и этики». Ну, вы поняли. Исследования подростков, родители которых хотели повлиять на их сексуальную ориентацию самостоятельно или через отправку детей к терапевтам и религиозным лидерам, показали, что такие дети во взрослой жизни сталкиваются с серьезными последствиями. Суицидальные мысли и даже попытки свести счет с жизнью, депрессия, соответственно, меньший уровень образовательных достижений и доходов в дальнейшей жизни. Давление из-за неправильного сексуального увлечения в раннем возрасте преследует людей значительную часть, если не всю их жизнь. Негативное влияние на психическое здоровье может иметь самые разные исходы, вплоть до такого, при котором человека не станет. Родители, пытающиеся починить то, что не сломано, даже и не подозревают, что на самом деле ломают жизнь своим отпрыском. Многим из них понадобится психологическая помощь, чтобы справиться с посттравматическим расстройством. Таким образом, нет доказательств того, что попытки изменить сексуальную ориентацию могут увенчаться успехом. Но есть огромное количество свидетельств того, что сами такие попытки чудовищно вредят людям. Единственное, что нужно менять, это практику, при которой совершенно здоровым мужчинам и женщинам внушает их неестественность, болезненность, ошибочность их существования. Все имеющиеся свидетельства, рассмотренные в предыдущих видео, и тот факт, что конверсионная терапия попросту не работает, указывают на то, что сексуальная ориентация устойчива к социальным воздействиям вроде обучения и подкрепления. Пытаясь починить то, что не сломано, вы, скорее всего, это сломаете. Единственный правильный вариант – это чинить свое отношение к негетеросексуальным людям. Это то, что действительно нуждается в проработке, особенно, если вы гомонегативист. Откуда тогда берутся эти удивительные представления о том, что сексуальная ориентация – это следствие воспитания, которое можно изменить? По большому счету, из трех источников. Итак, три лжи о сексуальной ориентации. И по каждой из них мы проедемся на очень агрессивной резине с серьезным научным протектором. Будьте осторожны, чтобы не получить травму головы от количества фейспалмов, я рекомендую надеть вам шлем. Первая и самая главная ложь описывается шуткой «Ученый изнасиловал журналиста». Пытаясь найти компромисс между точностью и доступностью широкой публики, журналисты могут перевирать, неверно истолковывать или даже намеренно искажать информацию. Возьмем в пример статью 2019 года, что я как-то разобрал. В ней при помощи полногеномного поиска ассоциаций изучали сексуальное поведение. Итог. Ученые не нашли одного гей-гена, что для людей, знакомых с темой, не новость по крайней мере десятилетия, так как генетический вклад в сексуальное поведение не определяется одним геном, как и у любого полигенного признака. Авторам также удалось при использовании довольно специфичной методики обнаружить генетические факторы, объясняющие от 8 до 25 процентов различий в сексуальном поведении. Две простые вещи – одного гена нет, есть свидетельство генетического влияния. Все. Но журналисты-желтушники не были бы собой, если бы не начали штамповать заголовки в духе «Ученые не нашли причин гомосексуальности» или «Геи не рождаются, их воспитывают». То есть мало того, что было проигнорировано изначальное заявление, вынесенное даже в заголовок статьи об изучении сексуального поведения при игнорировании трех других компонентов сексуальной ориентации. Мало того, что журналисты, видимо, ввиду отсутствия знаний, посчитали, что средовые факторы – это именно воспитание, хотя все самые сильные свидетельства, что у нас есть, указывают именно на среду внутриутробного развития. Мало того, что авторы статьи сами предостерегли от подобных искажений и неверных интерпретаций, некоторые журналисты умудрились вообще придумать то, чего в работе не было от слова совсем. Разумеется, это касается не всех изданий, но в подавляющем большинстве суть конкретной работы была искажена просто до неузнаваемости. Это не говоря про то, что у профильных специалистов появились вопросы к работе. Вроде того, что в действительности анализ проводился на данных, полученных от людей в самоотчетах. Если человек отвечал, что хотя бы раз в жизни у него был гомосексуальный опыт, то он автоматом заносился в группу «Гомосексуальное поведение», что, как мы знаем из самой природы сексуальной ориентации, вовсе не характеризует человека как гомосексуала. Авторы также странно сравнили данные от таких негетеросексуальных мужчин с данными от негетеросексуальных женщин, хотя, согласно имеющимся эволюционным моделям, подтвержденным для западных культур, например, антагонистичным генам. Логичнее было бы искать связь между андрофилией и генифилией, в общем, независимо от пола. Так же, как и их метод просто не позволял им сделать выводы о континууме сексуальной ориентации, которую они сделали. В общем, в этой области еще предстоит очень много работы над ошибками. Однако такие вещи попросту не приходят в голову тем, кто составляет подобные желтые заголовки. Другим примером известных «погонь за сенсациями там, где их нет» можно назвать искажения вокруг статьи Лизы Даймонд. В 2016 году эта яркая исследовательница опубликовала работу, где описывала изменения сексуальной идентичности женщин в течение их жизни. Например, в один период женщины могут считать, что они бисексуальны, но по прошествии времени их идентичность становится исключительно гомосексуальной и наоборот. Такие изменения идентичности происходят у многих женщин, но их средняя величина является небольшой – около одного балла по шкале Кинси – то, что называется флюидностью сексуальности. Широко известное явление, ведь, как мы помним, в отличие от сексуального влечения и возбуждения, идентичности поведения могут меняться, например, из-за принятия или непринятия своих чувств, связанного, как правило, с силой общественной стигмы или новым опытом. Подчеркну, флюидность сексуальности – это не про изменение сексуальной ориентации, это про сексуальную идентичность. В общем-то, ничего нового, опять же, для людей, знакомых с темой. Но желтушные СМИ не были бы собой, если бы не переврали суть. Гомосексуалами не рождаются, ученые опровергли главный довод ЛГБТ-сообщества, сексуальная ориентация – вещь непостоянная, ФЕМ ЛГБТ-активистка опровергла и т.д. и т.п. Ну, вы понимаете, насколько компетентные люди составляют такие чудные тексты. Сама Лиза в ответ на вопрос о том, что она чувствует, когда профаны пытаются использовать ее работу для поддержания дискриминации негидеросексуальных людей, в том числе и в судебных делах, сказала… Так что желтушные журналисты и профаны, не понимающие сути тех или иных явлений, описанных через научные статьи – это довольно распространенная проблема. Такие искажения регулярно появляются в СМИ, но стоит понимать, что большинство из них носит ненамеренный характер. Не стоит искать злой умысел там, где все можно объяснить банальной и человеческой глупостью. Чего нельзя сказать о нашем следующем источнике лжи? Если в предыдущем случае мы говорили скорее о халатности, то тут речь идет уже о преступной дезинформации во имя поддержания правильной идеологии, как религиозной, так и политической. Будь это какая-нибудь консервативно-христианская организация или усилия госпропаганды, направленные на подчеркивание различий между прогнившей западной культурой и традиционным скрипизмом гетеросексуальной семьи. Борьба с традиционными ценностями под видом борьбы за права человека. Родина, свобода, Путин! Такую Россию ты выберешь. Реши будущее страны. Эрозия нравов, порожденная за океаном, размывание института брака. Неужели так должна выглядеть детская? Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать, как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Как видите, в ход идет все. В более широком смысле пропаганда против ЛГБТ это кусок антизападной пропаганды в целом. Обычный популизм. Не зря все это преподносится под соусом. Нам навязывают ЛГБТ-лобби, вирус толерантности и прочие перлы приближенных к власти людей. С национальными элитами борются так называемые глобалисты, которые что делают? Именно вот эту вот садомию и несут во весь мир. И с помощью этого инструмента садомии продвигают порабощение других народов и стран. Они выступают как проводники гей-лобби. Низкая леватская часть американского общества поддержала вот эту кампанию. Для нашего национального самосознания, для того, чтобы эта мерзость, по крайней мере, не вешалась нам публично. Европа – это авторитарный концлагерь, где голубая секта диктатуру устроила. Старый как мир прием. Игра на ксенофобии. Восприятие всего чужого как неправильного, неприятного и опасного. Берем самую большую группу людей, объединенных по какому-нибудь признаку, например, гетеросексуальности. И рассказываем ужасы, которые их ждут, если они примут группу с иным признаком. Выделяем слабое меньшинство, демонизируем его, после чего обещаем защиту нации от этой выдуманной угрозы. Ничего не напоминает? Найн. В смысле нет. Все это эксплуатация так называемого внутригруппового фаворитизма. Особенности нашей психики, из-за которой мы делим людей на группы, отдавая предпочтение и распределяя ресурсы, разумеется, в пользу своей группы. Этот фаворитизм был обнаружен даже у маленьких детей. Причем не важно, насколько обоснованным является подобное разделение на группы. Или то, насколько значимы признаки такого разделения. Ведь даже если исследователи распределяют людей по группам случайным образом, то есть по признакам, не имеющим никакого смысла кроме рандома, мы все еще наблюдаем фаворитизм. Вероятно, простого членства в группе вроде арийцы или гетеросексуалы самого по себе уже достаточно, чтобы вызвать устойчивый фаворитизм. Даже если никакой конкуренции с не арийцами или негетеросексуалами не было и быть не может. Все эти медийные кампании, направленные против гомосексуалов, это попытка примитивно манипулировать особенностями человеческой психики. Забавно, что подобная государственная анти-ЛГБТ пропаганда может приводить к противоположным отождаемых результатам. Так, благодаря гражданской активности, сплоченности про-ЛГБТ групп, например, после принятия дискриминационных законов, проблемы негетеросексуалов становятся заметнее, привлекают внимание международного сообщества и чаще обсуждаются. Впрочем, так бывает далеко не всегда и не везде, да и сама жизнь в стране, где и так не соблюдает права человека, редко становится лучше, если вводят новые ограничения этих прав. Ксенофобию слишком просто использовать в своих целях. Защитим нацию от извращенцев, укроем родину от западного влияния. Именно поэтому подобные пропагандисты стремятся представить гомосексуальность не как личностную характеристику, сексуальную ориентацию человека, а как некую идеологию, которой необходимо противостоять и которую можно изменить, привить правильную. Раньше у них была идеология мультикультурализм, а теперь идеология гомосексуализм. Но это главное… И феминизм. Но феминизм там уже давно. Обязательно, это идиот руководит. И не подумайте, что это болезнь только российской пропаганды. Она касается всех политиков, делающих ставку на консерватизм. Они, по сути своей, разыгрывают карту ксенофобии перед потенциальным электоратом. Что фанатики Советского Союза, предлагающие вернуть статью за мужеложество. Что современные националисты, как, например, лидер Польши Анджей Дуда, позволивший себе сравнение некой идеологии ЛГБТ с коммунистическим режимом. Заявив, что ЛГБТ несет больше опасности. Аналогичная ситуация и в Венгрии, и какой-нибудь Бразилии. Защитим нацию от квир-угрозы. Все это одна и та же ксенофобия под разным соусом. Консервы. Консервы никогда не меняются. Не важно, какие консервы ты ешь. Красные консервы, коричневые консервы. Да, хоть консервы имперского производства. Вкус-то всегда один. Предрассудки. В смысле, вкус утки. Консервы. Консервы никогда не меняются. К сожалению, находится немало людей, что ведутся на подобные популистские манипуляции. Стоит ли их винить? Ведь мало кто может противостоять этому багу психике. Ксенофобии. Может, стоит просвещать таких людей? Я белый гетеросексуальный мужчина, православный христианин, патриот своей страны. Сейчас как бы пропагандируются либерастами всевозможные там. Свобода. Свобода, я не знаю, быть кем хочешь, да, там. А она, эта свобода людей приводит к погибели, которая заканчивается пиение огненной. Боюсь, шансы на успех невелики. Hello darkness, my old friend. Третий и самый авторитетный источник лжи – это консервативные исследователи-гомофобы, которых выгнали из всех профильных организаций, потому что те не умеют в науку и они пустились во все тяжкие. Яркий пример такого горе-исследователя – какой-нибудь Пол Кэмерон. Его выгнали из американской психологической ассоциации за то, что тот рассказывал сказки о гомосексуальных террористах, перевирал научную литературу, допускал систематические ошибки и искажения в интерпретации любых научных данных касательно гомосексуалов и прочие-прочие нарушения. Как минимум четыре крупнейшие организации исследователей – социологов и психологов – публично открестились от Пола. Но он не унывал и открыл свой очень научный институт, сегодня носящий название «Институт исследования проблем семьи» и стал штамповать научный буллщит, публикуя его в журналах, принимающих вообще все статьи за деньги. Более подробно вы можете ознакомиться с этим удивительным, поистине удивительным персонажем, перейдя к видео по подсказке. К этой же категории научной чуши можно отнести исследователей, которым просто заплатили, сразу оговорив, какие в работе должны быть результаты. Как пример уже набивший оскомину людям, знакомым с темой Марк Регнерус – социолог из Техаса. В 2012 году, после щедрого финансирования в 790 тысяч долларов от двух известных своими крайне консервативными и религиозными взглядами центров, он опубликовал работу, результаты которой якобы указывали на то, что дети, растущие в семьях гомосексуальных родителей, менее успешны в своей жизни, чем дети, растущие в семьях гетеро. Удивительное совпадение, ведь согласно попавшим в сеть документам, спонсоры еще до начала исследования огласили то, каких результатов ожидают от юного социолога. В частности, им нужны были данные, на которые можно ссылаться, чтобы не допустить расширения прав гомосексуалов. И знаете что? Результаты совпали. А как же так вышло? В свою очередь, исследования, проведенные без конфликта интересов, в которых не было обнаружено методологических ошибок, выполненные еще в двухтысячных, показали, что дети, воспитанные в гомосексуальных семьях, при прочих равных, не отличаются от таковых, воспитанных гетеросексуальными родителями. Уже спустя всего лишь месяц после публикации работы Рагнеруса, в журнал, что ее и опубликовал, пришло письмо, подписанное полутора сотнями ученых, которые задавали очень правильные вопросы. Почему такая разница в результатах? Что за странные выборки? Почему такой расплывчатый опрос? Как он вообще анализировал участников? Ответы нашлись довольно быстро. Во-первых, выборка Марка формировалась по желанию левой пятки, иначе говоря, без всяких строгих, присущих научной работе критериев. Так, туда попали даже совсем явные шутники, вроде 25-летнего мужчины, якобы проживавшего с его гомосексуальными родителями, и также имеющего рост около 230 сантиметров при весе 40 килограмм, и 8 детьми от 8 различных браков. Во-вторых, это сами опросники, результаты которых не только не были отфильтрованы, но еще и неверно интерпретированы. Так, после анализа работы Рагнеруса на кафедре его же университета был составлен отчет, из которого следовало, что Рагнерус намеренно разработал опрос для включения строго определенного сочетания структуры семьи и ориентации родителей. То есть, еще на стадии сбора информации опрос был составлен для того, чтобы показать якобы отрицательные последствия воспитания в гомосексуальных семьях. Так, в работе лишь два из более чем 200 приведенных случаев детей, якобы живших в гомосексуальных семьях, собственно, прожили в этих семьях все свое детство. Во всех остальных случаях речь шла про распавшиеся семьи и ограниченный опыт контактов с обоими родителями. Но они не попали в отдельную группу и их сравнивали с полными гетеросексуальными семьями. Примерно треть детей из группы «Гомосексуальная семья» вообще никогда не жили с гомосексуальными родителями. В общем, с методологической точки зрения — совершенный кавардак. И в-третьих, это, собственно, неверные выводы на основании неверной методологии. В повторных исследованиях, основанных на выборке Рагнеруса, где были верно классифицированы типы семей респондентов, а явные анкеты шутников исключены, оказалось, что даже в его предвзятых данных нет различий между типами семей. Волнует ли это тех, кто и по сей день приводит работу Марка, несмотря на все опровержения от настоящих ученых? Не очень! Все эти и многие другие очевидные проблемы были проигнорированы Марком. В конце концов, даже его кафедра социологии Техасского университета опубликовала заявление, посвященное данной работе, которую назвали фундаментально ошибочной по концептуально-методологическим причинам. Вишенкой на торте всего этого безобразия является свидетельство того, что очень нетипичные сроки сбора информации для исследования и его подачи в журнал, как и публикации, позволяют предположить намеренное нарушение процедуры рецензирования. Впрочем, подобная недобросовестность лишь ударила по репутации научного журнала, а работа Марка из-за чудовищных ошибок никогда не воспринималась профессиональным сообществом всерьез. Рагнерус, исказивший результаты работы, Кэмерон, регулярно и намеренно профанирующий науку в силу чудовищной предвзятости, как и подобные им фигуры – это объекты поклонения гомонегативистов, пытающихся играть в науку, буквально святые мощи. Если с точки зрения сохранности общества, то тогда вот я переводил статью года три назад Марка Эгнеруса. Его за это дело в гомосексуальной лобби возбудило уголовное дело. Его чуть не посадили, если бы Нью-Йорк Таймс. Авторитетное издание, которое полностью без купюры опубликовало его исследование, и исследование было проведено, экспертиза многопрофильная, и оно признано научным. Не очень! Подобных им используют и машины государственной гомофобной пропаганды, приглашая к обсуждению политических вопросов, и консервативные СМИ, готовые дать голос любому, кто готов разделить их заблуждение. Они, как один, кричат о том, что… ЛГБТ-лобби захватило науку. Там нет правды. Это проклятая леволиберальная фикция. 99% исследований по этой теме лгут, и лишь одна десятая процента, что по случайному совпадению нравится мне и моим соратникам – это истина. Вот только если человек ударяется в теории заговора, то мои полномочия на этом. Все. У меня нет образования психиатра. Это истина. Истина в последней инстанции. Пожалуйста, послушайте. Я говорю вам правду. Леволиберальная наука. Большую часть прошлого века, подобные Кэмерону специалисты, опираясь на изначальную ненаучную веру в то, что гомосексуальность является отклонением, занимались тем, что всеми возможными способами создавали данные, призванные подтвердить эту веру. Это была круговая форма логики, которая и привела к созданию ныне устаревшей литературы, используемой для патологизации целой группы людей, которые, как мы сегодня знаем, совершенно не больны. Именно эти три главных источника лжи – причина дезинформированности общества. Они породили множество заблуждений насчет сексуальной ориентации человека. Например, гей вербует детей в свои ряды. Сюда относятся все утверждения о социальном влиянии. Будь то соблазнение молодого, наивного человека пожилым гомосексуалом, воспитание ребенка в негетеросексуальной семье или вера в конверсионную терапию. Риторика не меняется со второй половины двадцатого века. Подобные заявления базируются на гипотезе воспитания. Их многократно озвучивали различные антигомосексуальные активисты, вроде Аниты Брайнт, которая с семидесятых, активно используя свою медийность, разбрасывалась жемчужными фразами, вроде Анита возглавляла антигомосексуальную коалицию под названием «Спасите наших детей». Так что это очень старый пропагандистский прием – использовать детей. Забавно, что ее активизм скорее сплотил ЛГБТ-сообщество, в то время как она дискредитировала саму себя. Особо в этом поле дезинформации отличилась и Джудит Рейсман. Совершенно фантастическая на момент 2021-го 85-летняя дама, которая потратила большую часть жизни на войну с человеком, который умер, когда ей был всего 21 год. Человеком, который стоял в первых рядах тех, кто пробивался на научное поле сексологии через фрейдиско-психоаналитические баррикады – Альфреда Кинси. Если вы слышали заявление из разряда «Отец сексологии насиловал детей, а Альфред был всего лишь извращенцем», Кинси фальсифицировал свои данные или «Сексуальное образование расклевает детей», то с огромной долей вероятности к ним имеет отношение Рейсман. Почему ее крестовый поход против сексологии поставил своей главной целью Кинси? Вероятно, по той же причине, по которой христианские антиэволюционисты выбирают своей целью Дарвина. Такие люди не понимают, что несмотря на то, что у любой науки есть свои истоки, она не стоит на месте и все время совершенствуется. Они полагают, что если дискредитировать того, кто считается одним из основоположников, то это автоматически уничтожит все остальное. Но научное направление не имеет своей Библии. Происхождение видов путем естественного отбора – это выдающаяся книга, но выдающаяся в первую очередь для своего времени. После Дарвина наше понимание эволюции сделало такой колоссальный скачок вперед, что сегодня некоторые из его предположений кажутся наивными, что ни капли не отменяет его заслуг. Впрочем, Джуди Трейсман самостоятельно не раскрывала своих мотивов. И ее тактика войны с Кинси не отличалась особой изобретательностью. Это обычная дискредитация всеми доступными средствами. Обвинение в мошенничестве, манипулировании информацией и откровенная ложь. Вроде того, что Альфред Кинси причастен к растлению трех сотен детей. Разумеется, эта ложь была опровергнута институтом Кинси, что не помешало Рейсман выдвигать новые предположения касательно жизни Альфреда. Как вам такое? Кинси умер от истощения вследствие чрезмерной мастурбации. Умер от мастурбации, это абсолютно серьезно. Я просто не знаю, как это даже комментировать. Пожалуйста, я хочу рассказывать о науке, а не о фриках. Прости. Людям нужны твои страдания. Только так можно искупить эту информацию гомонологу. Я постараюсь. Стоит ли удивляться, что, с позволения сказать, исследования, публикуемые и популяризируемые Джудит, излюбленное лакомство идеологов-традиционалистов, которое они демонстрируют в любой полемике вокруг сексуального образования. Рейсман под эгидой консервативных организаций публикует и распространяет работы с такими фееричными названиями, как создание би-гомосексуальной молодежи, обработка детей геями, аэротоксические изображения стимулируют торговлю людьми, розовая свастика и история ревизионного холокоста. В общем-то, из одних названий можно догадаться, почему ни одно профессиональное сообщество не относится к ней серьезно. Примечательно и то, что, несмотря на всю фееричность Рейсман, Министерство юстиции США в 80-х выделило ей немаленький грант на исследование эффектов порнографии. Выводы вышли, конечно, интересные. Вроде того, что вся порнография по своей сути гомосексуальна, ведь ее создают мужчины для других мужчин. Ну и вообще, анонизм – это тоже гейство, ведь в нем участвует лишь мужчина. И не поспоришь? Неудивительно, что после такого исследования его не стали публиковать, а Альфред Регнери, который и был ответственен за то, что этот грант достался Рейсман, подал в отставку. Вот что бывает, когда консерваторы возглавляют Министерство юстиции. К 2000-м состояние Рейсман усугубилось. Теперь она видела вокруг не только педофильское лобби геев, но и прямую связь с институтом Кинси. Мало того, оказывается, что сексология в целом это не наука, потому что сексуальность нормального человека нельзя изучать. И вообще, сексология есть не что иное, как хитрое прикрытие для пропаганды педофилии. В общем, тетенька, а ныне уже бабушка, как минимум, представляет серьезный интерес для психиатров, изучающих одержимость человека бредоподобными идеями. Одной из таких идей стала выдвинутая Джудит теория эротоксинов. По ее утверждениям, при просмотре порнографии в мозге вырабатывается смесь из химических веществ, таких как глюкоза, это прямая цитата Рейсман, если что, которые и вызывают привыкание, а затем повреждение мозга и его восприимчивость к гомосексуальной пропаганде. Видите, Мизулина – это не просто отдельный человек, это архетип. Вот только обычно таким людям не дают законодательную власть для уничтожения базовых прав человека. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны. Конечно же, мой любимый Пол Кэмерон также неоднократно делал заявление о вербовке в гомосексуалы, ровно как и различные антигей-организации. От американской коалиции традиционных ценностей до российского центра консервативных исследований при МГУ. На повестке дня стоит вопрос освобождения человека от пола. Поэтому это политический глобальный процесс. Это не просто некоторая ничего не значащая деталь или, скажем, мода на остгендерную политику, на первертов, садомитов, но это еще и пункт программы глобального либерализма. Тем, кто будет признавать справедливость либеральной модели, кто будет идти по пути модернизации, рано или поздно, или может быть не им, но их детям уж точно предстоит стать самим кончитой ворс. Все это – стратегия маргинализации негетеросексуальных людей. Такие вещи обожают любые авторитаристы. Сталин с Гитлером не были исключением в этом плане. К слову, вопреки утверждениям Джуди Трейсман, нацистская партия не была захвачена геями. Национал-социалисты геев, мягко говоря, недолюбливали, а их выживаемость в концентрационных лагерях была даже ниже, чем у других групп из-за соответствующего отношения надсмотрщиков. Собственно, как и коммунисты всячески криминализировали гомосексуалов. Это я так, на всякий случай, уточняю. Мало ли, вдруг кто-то верит в холокост-устроенные геями. Я уже мало чего удивляюсь. Нет, серьезно. Это до сих пор излюбленная страшилка консервативных идеологов, что из детей сделают геев воспитанием. Пропаганда ЛГБТ. Они, два мужика, вот взяли на воспитание детей. Каких детей они воспитают, с какими ценностями? Очевидно, себе подобных. И, как обычно, в таких случаях хочется спросить. Какие ваши доказательства? Ведь, как мы знаем из предыдущих видео, у нас есть огромное количество самых сильных доказательств, самых разных факторов, влияющих на сексуальную ориентацию. Гены, гормоны, белки, иммунитет, иные пренатальные факторы. Но среди них социальное влияние – это самое неубедительное. То, что не имеет никаких серьезных подтверждений. Лучшие свидетельства социального влияния базируются на устаревших, донаучных работах. Так, например, распространенная в прошлом веке идея, будто гомосексуальность является результатом патологических отношений детей с родителями, следствием некой травмы, появилась из постулатов фрейдизма. Постулатах, зародившихся еще до становления психологической науки. Теоретики психоанализа обвиняли отцов в эмоциональной отдаленности, а матерей в излишней строгости. Разумеется, такие психоаналитики делали выводы на основании веры в спекулятивную теорию, а не на основании систематических научных выводов, о чем мы уже говорили в части про депатологизацию гомосексуальности. Подобные взгляды в профессиональной среде были окончательно отвергнуты лишь в 1981 году, после тщательного анализа имеющихся тогда данных. Затем, в 1997, Джозеф Николози попытался воскресить этот научный труп, чтобы обосновать возможность излечения гомосексуальности. Вообще Николози фрик сродни Кэмерону. Именно с его подачи конверсионная терапия сделала ребрендинг и стала называться репаративной. Помимо приверженности изначально ненаучным концепциям, он также, как и Кэмерон, занимается профанированием науки и дискредитацией всех, кто называет себя психологами. Например, участников, которых Николози включал в свои работы, он набирал вместе, которое сам же и открыл. Национальная ассоциация исследований терапии гомосексуальности. Говорящее название ничего не скажешь. К слову, людей из этой национальной ассоциации, которые были готовы поклясться, что они перестали быть гомосексуалами, позже ловили с гомосексуальным эскортом. Другие члены кружка Николози вообще выступали с заявлениями вроде Американская психологическая ассоциация захвачена геями-экстремистами. Все движения за гражданские права по своей сути деструктивны, а их участники умственно отсталые, не могут в критическое мышление. И чего это возмущаются черные? Им вообще повезло, что африканцы были проданы в рабство. В общем, с такими организациями, как у Николози, врагов не нужно. Друзья все сделают сами. Как мы уже знаем, возможность изменения сексуальной ориентации — это полнейшая, несостоятельная чушь, давно опровергнутая анализом работ от различных международных организаций, занятых вопросами здоровья человека. Поэтому неудивительно, что творчество Николози по своей сути тот же фрейдизм сегодня научные организации не воспринимают всерьез. Более того, приамы называют псевдонаучным и вредным. Другая огромная проблема работы о влиянии воспитания, ну помимо чудовищных ошибок в методологии и предвзятости, сводящей к нулю их научную ценность, описывается как «после не значит вследствие» или «корреляция не указывает на причины». Так люди с различным социальным опытом могут отличаться еще до того, как возникнет этот опыт. Условно, если мы знаем, что подростки, рано начинающие половую жизнь, в среднем имеют больше проблем с поведением, злоупотреблением, психоактивными веществами или успеваемостью в школе, то это не означает, что проблема возникла из-за ранней половой жизни. Вполне вероятно, что такие подростки в принципе более склонны к импульсивному проблемному поведению, чем их не спешащие сверстники. Для точного обоснования утверждения, что именно ранняя половая жизнь – это источник описанных выше проблем, нужны дополнительные исследования с очень хитрой методологией и учетом уймы дополнительных факторов, поправок, связанных с различными качествами таких подростков и их семей. Аналогично и с сексуальной ориентацией. Если у нас есть какое-либо различие в опыте для гомо- и гетеросексуальных людей, то оно не доказывает роль этого опыта в формировании их влечения. Например, то, что среди гомосексуалов в конце 20 века наблюдалась большая разница в возрасте партнеров, чем среди гетеросексуалов – это не следствие вербовки геями, а следствие того простого факта, что вероятность найти партнера в своей возрастной категории у гомосексуалов была значительно ниже, чем у гетеросексуальных людей. Ведь гетеросексуальных людей больше, и на них не ложится ранняя стигма. Также есть работы, что показывают большую распространенность сексуального насилия в детстве среди негетеросексуальных респондентов. Однако сами авторы и заключают, что, по-видимому, детское гендерное несоответствие, которое часто предшествует, собственно, проявлению гомосексуальной ориентации, делает детей особенно уязвимыми для хищничества. Например, в обществах с высоким уровнем гомофобии распространены так называемые «исправляющие» или «гомофобные» изнасилования в отношении негетеросексуальных женщин. Если девочка проявляет черты, характерные для мальчиков, ее могут попытаться исправить, проявить верное гендерное поведение, тем самым увеличив риск столкновения со сексуальным насилием. Сам термин «исправляющие» изнасилования впервые был применен к жительницам Южной Африки, где это преступление очень распространено. Но, разумеется, такое встречается по всему миру, и с подобным могут столкнуться также гомосексуальные мужчины, ведь гомонегативисты могут видеть в них носителей женских черт, которые могут быть подчинены при помощи изнасилования. Есть работы, посвященные таким случаям. Иное объяснение большей оценки распространенности сексуального насилия в детстве – это разница в сообщениях от гетеросексуальных и негетеросексуальных респондентов. Ведь в гетеронормативных культурах часто сексуальный опыт ребенка мужского пола с взрослой женщиной воспринимается не как сексуальное насилие, которым оно по сути является, а как проявление мужественности. Аналогичное насилие со стороны мужчины будет восприниматься как гейское, а потому замалчиваться. В любом случае, подобные данные никак не могут являться свидетельством вербовки гомосексуалов. Несмотря на все усилия анти-ЛГБТ активистов, это все также остается консервативной страшилкой, прямиком из прошлого века. Вообще, для такого рода активизма характерна манипулятивная, основанная в лучшем, я бы даже сказал, в исключительном случае на полуправде риторика, призванная всячески очернить огромную социальную группу негетеросексуальных людей. Поэтому следующее заблуждение, касающееся гомосексуалов, звучит как «Педофилы наступают». Попытки отождествить гомосексуальность с педофилией – это почти такая же старая история, как с вербовкой детей в ЛГБТ. Она принимает две формы. Во-первых, риторика о том, что на самом деле гомосексуалы – это растлители и педофилы, охотящиеся преимущественно на маленьких мальчиков. А во-вторых, что если мы относимся к гомосексуальным людям с уважением и соблюдаем их права, то следующим шагом будет аналогичное признание прав педофилов. Оба этих утверждения иллюстрируют чудовищное непонимание того, что такое, собственно, педофилия. В действительности, педофилы интересуются детьми не потому, что они мальчики или потому, что они девочки. Во всех нынешних медицинских определениях педофилия не привязана к полу ребенка. Она характеризует устойчивое влечение к допубертатным людям. Это дети, вторичные половые признаки которых еще не проявились. Разница между мальчиками и девочками до пубертата. С точки зрения моделей сексуального возбуждения таких растлителей минимальна. Педофилов привлекает именно слабость, инфантильность, отсутствие типичных маскулинных или феминных черт. Ориентация, например, гомосексуальных мужчин, напротив, носит андрофильную направленность. Так же как и ориентация гетеросексуальных женщин. Это влечение к мужским чертам, а не детским. И это совершенно очевидно. Если человеку важна гендерная принадлежность субъекта, его влечение, то его должны интересовать половозрелые люди с выраженными гендерными признаками. Гомосексуал по определению андрофильный. Если же человека устойчиво сексуально привлекают детские, в наименьшей степени привязанные к полу инфантильные черты, то он педофил. Именно поэтому среди осужденных растлителей наблюдается большое пересечение. Те, кто приставал к мальчикам, пристают также и к девочкам и наоборот. Условно, можно говорить о гомосексуальной педофилии, равно как и о гетеросексуальной. Однако эти понятия лишь запутывают, ведь они не характеризуют сексуальную ориентацию человека. Так как большинство так называемых гомосексуальных педофилов имеют или имели гетеросексуальные отношения и идентичность. Поэтому исследователи в этой области предостерегают от использования таких путающих терминов. Также важно помнить, что не существует типичного профиля растлителя. Исследователи этих преступлений сообщают об очень разнообразных характеристиках. И это преступления с чрезвычайно высокой степенью латентности. Так что даже те данные, что есть, не отражают полной картины. Все, что мы знаем, это что чаще всего растлитель это близкий ребенку мужчина, родственник или друг семьи, к тому же состоящий в гетеросексуальных отношениях. Поэтому тезис, будто большинство случаев растления связано с гомосексуальной ориентацией растлителя, это не просто ложный тезис, он опасный. Опасный для детей, которые неверно будут интерпретировать потенциальные угрозы. В общем, с этих позиций, пытаться приравнять гомосексуальность к педофилии, это все равно, что приравнивать к ней гетеросексуальность. Педофилия – явление совершенно другого качественного порядка, завязанное на возрасте. Мы знаем это благодаря исследованиям моделей человеческого сексуального возбуждения. Абсолютное большинство растлителей мальчиков не сообщают о сексуальном интересе по отношению к взрослым мужчинам. Эти категории пересекаются в той же степени, в которой растлителей девочек привлекают взрослые женщины. Отождествление с сексуальной ориентацией лишь демонстрирует неграмотность отождествляющего. Так же, как и попытка юридически провести параллель между правами ЛГБТ и правами педофилов. Что-то совершенно фантастическое. В одном случае у нас взрослые дееспособные люди, находящиеся на одном уровне психосексуального развития друг с другом, действующие по договоренности. В другом – болезненная психосексуальная связь, намеренно направленная на недееспособных незрелых детей. Каким образом можно это отождествлять, непонятно. Кроме этого, движения, ратующие за секс с детьми, сегодня очень даже заметны благодаря интернету. И предсказуемо среди участников таких движений преобладают вовсе не гомосексуалы, а самые типичные настоящие мужики. Даже в русскоязычном пространстве различные сообщества, прямо заявляющие о приемлемости растления, даже близко не относятся к ЛГБТ. Более того, они чаще используют те же тезисы антизападной пропаганды, что и гомофобы. Все эти типичные патриархально-консервативные идеи о том, что девочкам надо рожать, чем раньше, тем лучше. Хотите бороться с растлителями? Пожалуйста, направьте свои усилия на переубеждения данных консервативных граждан. Но что-то мне подсказывает, что люди, кричащие о геях-педофилах, скорее разделят многие из их взглядов. Это обычная практика, когда девушка повзрослела через месячные, и ее дают замуж. Надо выросло, и все, бабы стало, все вперед. А у нас сейчас, если кто девку взял раньше времени, то его в тюрьму садят. Суки, просто суки с этой педофилией драны. Они сейчас еще не признали, что педофилия – это нормально для всех. А вот через 20 лет ты будешь думать уже, ой! Растление – это огромная проблема сегодняшнего общества. И вообще, на канале СМЭШ есть отдельное видео в цикле сексуального образования. Так что рекомендую ознакомиться, если пропустили. Как вы увидели сами, за всей этой изъеденной до дыра анти-ЛГБТ-риторикой не скрывается ничего, кроме плохой науки, безответственных журналистов и религиозно-политической пропаганды. Меня поражают люди, способные игнорировать подавляющее большинство работ этой темы, основанных на качественных данных. И молиться на авторов, которых в научной сфере только ленивый не пнул. Потрясающая сила идеологических предрассудков. Причем, эта анти-ЛГБТ-риторика не меняется с 70-х. Но ее, как отче наш, повторяют до сих пор. Вообще, есть самый простой способ обезопасить себя от заблуждений в этой сфере. Элементарно сравнить утверждение оратора о сексуальной ориентации с позицией международных организаций, занятых вопросами здоровья человека. Очень просто. Вот человек. Он заявляет, что сексуальную ориентацию можно изменить, или что любые проявления неандитросексуальности есть болезнь. Тут же следует сделать вывод, человек чудовищно некомпетентен, или еще более чудовищно предвзят, ему нельзя доверять. Однако, к какому выводу приходят консервативно настроенные граждане? Что оратор светочистенный, сияющий во тьме проклятой леволиберальной науки. Нет, серьезно. Какой ЧСВ нужно иметь, чтобы думать в таком ключе? Дорогая, подойди, подойди. Я нашел информацию по этим гомикам, которые все лучшие ученые и исследователи самых крупных международных организаций просто пропустили. Какой же я молодец. Надеюсь, теперь вам будет проще распознать ложь в этой непростой теме. Пять видеочастей мы говорили о природе сексуальной ориентации и заблуждениях вокруг нее. Последнее, что нам осталось – обсудить непосредственно права ЛГБТ-людей в свете известных нам данных. Последнее видео выйдет очень скоро. Огромная благодарность всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Эти видео выходят исключительно благодаря вам. Также огромное спасибо Ольге Лебедь и Александру Гандлину за то, что согласились проверить мой сценарий. Немаленького текстового объема, благодаря чему вы воспринимаете более понятное, более достоверное повествование. Фух, я уже очень устал на это предпоследнее видео, следующее совсем небольшое по сравнению вот с этим. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что крайне забавно, что риторика анти-ЛГБТ-сообщества, так сказать, она не меняется с семидесятых буквально. Несмотря на то, что понимание сексуальности человека шагает просто невероятно большими шагами вперед, гомофобы застряли примерно на уровне семидесятых, если не раньше. Это крайне иллюстративно, я бы так выразился. Очень здорово, что у меня наконец дошли руки системно опровергнуть все это. Я понимаю, что итоговое видео, которое будет приближаться по своей продолжительности к трем часам, будет крайне непростым для восприятия, как и любая, скажем так, почти что академическая вещь. Но это все-таки про образование. Это действительно довольно системная вещь, связанная с сексологией. И это в некотором смысле мой небольшой вклад в будущее. Вклад, который был бы невозможен без вас. Так что еще раз огромное вам всем спасибо. Надеюсь, это было не скучно и тема закончится довольно скоро. В общем, спасибо за просмотр и надеюсь, это было не скучно. Спасибо за просмотр и надеюсь. Спасибо за просмотр!